В Омской колонии состоялось ледовое побоище. Правда, вместо мечей и копий в руках у осужденных оказались щетки и камни. Впервые в учреждении системы исполнения наказаний прошел турнир по керлингу. Большинство арестантов до этого дня и знать не знали, что есть такой вид спорта. Руководители Омской Федерации привезли в третью колонию профессиональные снаряды и экипировку. В цехах учреждения осужденные изготовили свои камни, но для соревнований они не подошли. Слишком легкие и плохо скользят. Купить комплект из 16 снарядов бюджета УФСИН не под силу. Стоимость одного гранита иностранного производства более 1000 долларов. Перед турниром командно показали учебный фильм и сразу же выпустили на лед. Правда, колонийская площадка оказалась далека от идеальной. Здесь направление движения камня определяет не игрок со щеткой, а неровности покрытия. Тем не менее, спортсмены двух команд в одинаковой черной форме четко расставляли гарды перед входом в дом. Руководство колонии решило развивать именно керлинг, так как этот спорт больше, чем другие, подходит для закрытых учреждений. Затраты на площадку и снаряды минимальные. Травматизм вообще исключен. Кроме того, игра напоминает бильярд. Участники развивают глазомер, логику и мышление. Федерация керлинга обещала помочь с оборудованием для летних тренировок, так называемым напольным керлингом. Ну а следующей зимой должен состояться первый турнир между командами колоний УФСИН Омской области.